Дорогие друзья, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Алексей Круглов. Михаил Михайлович Митропольский. Который все время пытается меня поправить и сказать, что я не Алексей Круглов, а Алексей Козлов. Ну, не знаю. Наверное, все-таки Круглов. Итак, мы вас приветствуем. Спасибо, что пришли. Это фестиваль Лео Рекордс. Пятый фестиваль Лео Рекордс. К большому сожалению, Лео Фейгин, который был заявлен как участник, как и наше лицо, легендарный Лео, он не смог приехать по техническим причинам. Но, тем не менее, с нами легендарные музыканты, которые также сегодня, один из которых выйдет на сегодняшнюю сцену. Фестиваль уже продолжается три дня. Завтра будет четвертый день в клубе Алексея Козлова внизу, где будет выступать ансамбль «Рупер» в Швейцарии и много-много наших музыкантов, в частности, артистских, московских композиторов. Трио «Второе движение», ансамбль Андрея Соловьева, проект «Едина Слобоева» и так далее. Потом приставили их в Питер. Я еще не вижу у вас на столах буклетов и флееров, но чуть-чуть попозже мы вам их обязательно разложим, дадим, подарим. Так что у вас будет полная информация о фестивале. Вот эти два дня, которые прошли, они были абсолютно потрясающими, обыкновенными. В Архангельске все было очень хорошо. И вчерашний день был столь насыщенный. Два концерта, собственно, как и сегодня. Вот сейчас мы буквально час назад приехали из Юрецкого культурного центра, где был творческий вечер-бенефис легендарного Славы Ганелина. Сейчас на эту сцену во втором отделении выйдет еще один участник знаменитого крио. Вы все знаете, о каком крио я говорю. Владимир Чикасин. Но в первом отделении будет выступать ансамбль «Голубс Молубс», который непосредственно нам позволяет с артистами «Лео Рекордс». Много альбомов на «Лео Рекордс». Но вот этот человек, который стоит рядом со мной, он здесь совсем не случайно наш большой друг. журналист, критик, помощник. Мы, конечно, очень благодарны Михаилу Михайловичу за его помощь, поддержку. Не только нас, но и вообще в принципе в развитии отечественного... Я не скажу джаза, но в развитии... Такой, да, плохо из этого слова джаз, но я бы сказал, в развитии импровизационной музыки и вообще всего того необычного, нестандартного, что делается в нашей стране. Михаил Михайлович Митропольский на этой сцене. Спасибо. Я не очень понял, что Леша уже практически все сказал, что нужно было перед началом очередного дня фестиваля. Но все-таки мне есть, что вам сказать. Дело в том, что я наблюдаю за этим процессом дольше, чем многие из вас, не все действуют, конечно, с огромным опытом. Я вам должен сказать, что для меня вот эта импровизационная музыка, которой я сам занимаюсь уже почти полвека, кстати, слово «занимаюсь», оно такое двойственное смысл. Я иногда спрашиваю, а, собственно, чем вы занимаетесь? Что это такое? Что значит занимаюсь? Я ее слушаю. Я ее слушаю, делаю какие-то выводы, анализирую, пытаюсь понять, как она работает, зачем, ищу мне все время что-то новое. Вот это принципиальный момент. Я бы не стал этим заниматься, если бы я не ждал, что в этой музыке будет происходить для меня лично. Для меня лично что-то новое, что у меня откроют глаза на мир, на себя, на других людей и так далее. Это чрезвычайно важно. Иначе, когда я стал слушать какую-то другую музыку или вообще не музыку, я стал бы клеить самолетик, интермодел, я очень люблю это делать. Вот это важнейшее качество этой музыки. Далеко не везде в джазе я это качество обнаруживаю. В новой музыке далеко не все хорошо. Если люди научаются слушать эту музыку, то есть осваивают язык и способы изъяснения на этом языке, они начинают понимать смысл того, что сказано, они начинают предъявлять высоких веревных музыкантов. Таким людям уже недостаточно просто энергетического потока, который идет очень часто в музыке, которую называют новым джазом, при джазом или как-то еще, по-разному. Вот этого недостаточно. Нужно открытие, открытие глаз на что-то такое, что человек сам без художника, а в данном случае музыкант, вы видите, не может. Рекорд лейбл Лео стал символом такой музыки. Мы сейчас живем в довольно странное время. Время, когда снижается уровень запросов. Запросы есть, но просто вот эта вот глубина этих запросов мельчает и как-то так становится непонятным. Еще все это нужно. Мы теряем перспективу, которая, кстати, была в то время, когда трио Вячеслава Ганелина начиналось. А начиналось оно на рубеже 60-х, 70-х годов. Три крупнейших, великих, я бы сказал, музыканта, я не боюсь этого слова, Вячеслав Ганелин, Владимир Тарасов, Владимир Чикасин объединились для того, чтобы создавать новую сущность. И каждая их программа, в 70-е годы, я был свидетелем всех этих программ, давала какое-то новое видение мира. Были другие музыканты, которые занимались подобным же процессом. Очень активно этот процесс шел на рубеже 80-90-х годов, когда мы вдруг почувствовали, что перед нами открываются какие-то новые возможности. Мы поняли, что мы начинаем приближаться к миру, к цивилизованному миру, когда люди становятся ценным материалом, каждый человек в отдельности. И, кстати говоря, на этом рубеже были великолепные издания Лео Рекордс. Был фестиваль в Цюрихе, потрясающий фестиваль, где были представлены почти все наши новоджазовые силы, и были соответствующие издания на фирме Лео Рекордс. А дальше как-то все это затупло, все начали заниматься коммерческими делами, поняли, что эта музыка просто так быстренько продать не удастся, потому что она непроста, потому что нужно затратить некий труд для ее понимания. И как-то вот все это пошло. И после того, как вновь Лео Фегин обратил внимание на свою родину, вновь к нему проникли, попали новые музыканты нового поколения. И среди них, кстати говоря, вот Леша ушел, я не знаю, я его не вижу, он, может быть, меня не слышит, надеюсь. Он большой музыкант, и Лео Фегин это открыл для себя. Поэтому у него огромная дискография на Лео Рекордс. Мне просто не хочется ему так в глаза делать комплименты, поэтому я надеюсь, что он не слышит. Мы с ним знакомы очень давно. Он действительно большой музыкант, который прошел интереснейший путь. От человека, который увлекся незнакомым ему при джазах, до времени, когда он начинает создавать новые сущности. Вот только что мы наблюдали за этим процессом в Левейском культурном центре, где Слава Ганелин играл вместе с ним. Они играют вместе. Множество других проектов, в которых участвует Алексей Круглов. Он стал артистом лейбла Лео Рекордс. Стали артистами этого лейбла и некоторые другие наши музыканты. В том числе трио «Второе приближение» Андрея Разина. Великолепный ансамбль, который практически не имеет аналогов в нашем мире, который невероятен по самопрофессионализму. Они только что закончили свое выступление в Архангельске в рамках фестиваля Лео Рекордс. В Архангельске будут выступать за 17 числа. В число этих музыкантов вошел великолепный музыкант Алексей Лапин, пианист из Санкт-Петербурга. Наконец, я не буду перечислять всех, на этом лейбле стал издаваться ансамбль, который Леша уже назвал. Это «Голдс Ноутс». Замечательный ансамбль молодых музыкантов, которые те несколько лет, которые он существует, они все время ищут некую свою, свой путь. Самое начало этих людей меня не вдохновляло. Они пытались изображать вот эти поиски, пользуясь некими приемами свободного музыцирования. Этого оказалось недостаточно. Нужно было все-таки научиться открывать эти глаза. И уже в последних лет программах это происходит. Я с огромным интересом отношусь к творчеству ансамбля «Голдс Ноутс» со лидерами, которого являются кадробасист Владимир Кудрявцев и пианист Григорий Сандомирский. И я после этой длинной речи приглашаю этот ансамбль на сцену для того, чтобы попытаться еще раз ощутить какой-то новый прорыв, который они осуществляют сейчас при вас. И эту ответственность я на них полностью возлагаю. «Голдс Ноутс». Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я буду читать, а тихий пир. Встань, 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 в дам. В яму. 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 Следующая идея. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто зовёт? Из публики, может быть. Вот это будет интересно. Но мы можем повторить потом в другом варианте вот этот текст. На три четверти вальсом, чтобы все танцевали. Да, пожалуйста. Давайте на троих сделаем. Поехали. 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 КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА